Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня я очень рада поздравить вас с весной. Наконец-то! Наконец-то! Я даже слышала, что в среду плюс 18. Ну, конечно, по весне я скучаю, потому что теперь зима плавно приходит в лето в течение буквально нескольких дней. И вот мы тут сидели с моими сегодняшними гостями. Они, конечно, помоложе меня будут. Но, тем не менее, вспоминали, что раньше, как-то в начале апреля, можно было в самом начале апреля похвастаться тем, что тепло и сухо, а в марте были проталины и мимозы, которые дарились на 8 марта. Девушки все перепрыгивали через лужи, когда их несли. Ну, как-то и деревья были большими. Но, тем не менее, о нашем любимом, о доброте, о неравнодушии, об антицинизме поговорим сегодня в очередной раз. И у меня сегодня замечательные совершенно гости. Это моя коллега, журналистка радио Эхмаскова Ирина Воробьева. Добрый вечер. Добрый вечер, Ирочка. И Сергеев Григорий, председатель, а он же главный координатор поискового отряда Лиза Алерт. Здрасте. Вот. А Ирина является тоже координатором этого же поискового отряда. Но она говорит, что она маленький координатор. На самом деле, по всей видимости, не очень маленький. Судя по тому, что... Ну, я, конечно, знала о этом поисковом отряде Лиза Алерт из-за того, что ты там работаешь. Ну, все равно маленький. Все равно маленький. Очень важный координатор. Очень важный. Хорошо. Вот стандартный абсолютно вопрос хочу вам задать. Чего вдруг? Вот чего вдруг? Вот я так поговорила с Григорием Сергеевым перед началом эфира. И он мне сказал, что он учился там, учился ся, нигде не доучился. Потом стал заниматься бизнесом и завел себе мебельный магазин. И потом что-то произошло, из-за чего, кроме мебельного магазина, который, так понимаю, до сих пор позволяет каким-то образом жить, занялся поисковыми делами. Ну, сложно объяснить, почему это так вот стало настолько всеобъемлюще. И теперь можно сказать, что вся жизнь посвящена именно этому. Это спонтанно. А почему занялся? Потому что, ну, никто, кроме нас, этим не занимался. Потому что те службы, которые должны были это делать, видимо, не до конца справлялись. То, что мы увидели. Ну, конкретно. Ну, мы приехали на поиск. В интернете... Прочитал в интернете что? Клич, объявление «Помогите, нужна помощь, ребенок в лесу». Мы приехали. Ну, да, ребенок в лесу. Кроме ребенка в лесу никого нет. Есть добровольцы, которые туда приходят, новые партии добровольцев туда уходят. И все. То есть, лес не наводнен полицией с фонариками, там, МЧС, вертолеты над ним не летают. Вообще ничего не происходит. Никому этот ребенок в лесу... Это под Москвой было? Да это Черноголовка. Это, там, сколько, километров 30, наверное, 40. Никому этот ребенок в лесу не нужен. Нашли, вернули. А испуганный был ребенок? Ну, ребенок четверо суток был в лесу. Ах, кошмар. Обезвоживание, там, куча всего. Клещи, комары, укусов много. Но самое главное, ребенок живой, отлично сориентировался, хорошо себя чувствовал для такого момента. Он в шортиках был, а по температуре воздуха было жарко днем, градусов 27, и градусов 13 ночью. А мальчишечка, да? Да, четырехлетний. Масенький. Ну, вот по результатам стало понятно, что что-то надо делать. И на этом как бы все затихло. Что-то надо делать, ну, тут работа, тут куча занятий своих. Потом прошло еще короткое время, и в сентябре вот пропала Лиза Фомкина. С тетей пошли гулять, и исчезли. Да, подальше Орехово-Зуевский район, прямо с города Орехово-Зуево они ушли. И ты тоже в интернете про это пишешь? Да, да, это абсолютно такой же механизм, как узнал, абсолютно такой же механизм, как среагировали. Тоже фактически те же люди, что и там были на первом поиске, те же люди на Лизе, те же задачи, тоже непонимание, что делать. А МЧС, милиция, вертолеты? Лизу искали получше, чем, наверное, в первый раз в Черноголовке, ну, чем то, что я видел, потому что периодически появлялись то там, то сям, то солдат привлекут, то полиция появится, то полиция уедет, день города охранять, и никто не будет искать Лизу. То информация придет противоречивая, что полиция просила деревню, и там никто не видел их, а потом наши добровольцы опрашивают ту же деревню, и оказывается, что там три свидетельства, и потеряно несколько суток, которые можно было чесать лес, который зайдет в деревню. И в итоге и тетю, и Лизу находят погибшими, находят добровольцы. Через сколько суток после пропажи? Лизу нашли на девятые. На десятые. Ужасно. На десятые сутки. Но эту историю я помню, она ведь не так давно произошла. Два с половиной года. 13 сентября, 10-го они ушли, 23-го ее нашли. Вот после этого уже многое изменилось, очень такой, можно сказать, общественный резонанс получился. Люди начали обсуждать это после уже истории. Пресс очень подключился, и вот эта волна какого-то негодования, что так не должно быть, вылилась в итоге в формирование поискового отряда. И тут ты познакомился с Ирой Воробьевой. Через несколько месяцев. Да, с Ирой мы познакомились сильно позже на поисках, как у нас получается, май, да, 6-е, 7-е, 8-е мая. В поиске это 11-й год, тоже лес, тоже ребенок. Милятина, Московская область, Можайский район. Ребенок, опять же, 4 суток в лесу был, почти. Нашли, искали очень хорошо всем Можайским районам, можно сказать. То есть там полиция, МЧС, местные жители, добровольцы, приехавшие из Москвы, какие-то вот все службы, которые там были, там вплоть до, не знаю, трактористов, все вот лазили по этим лесам, леса плохие, очень сложные. И вот там вот Ирина первый раз присоединилась к нашему отряду, но я думаю, тут ей лучше самой рассказать. А что вдруг торкнуло тебя, что туда поехало? Ну, во-первых, хотела сказать еще про поиск Лизы, потому что вот я как журналист писала про этот поиск, пленки разные, эфир там, и мне не приходило тогда в голову сомниться в официальных сводках вот этих вот, которые выползают на ленту информагентства, что вот, значит, там произошло, в поисках участвует там столько-то сотрудников полиции, МЧС, единицы техники, ну, и где-то там одна строчка, вы и волонтеры. И история, как нашли Лизу, тоже была совершенно иной в прессе, но мы все, никто же не потрудился поехать и посмотреть, ну, практически никто, и не поговорили там с ребятами, поэтому все, что шло официально, оно шло вот, исходя из тех сводок, которые давали, собственно, полиции, МЧС на ленту новостей. когда в мае месяц пропал Саша Степанов, я просто, ну, майские праздники длинные, я где-то с друзьями там сидела, не помню уже где, и в фейсбуке увидела объявление, пропал ребенок в лесу, нужна помощь, и там еще было подготовленных людей, там просто было размещено в сообществе людей, которые занимаются экстремиальными играми. Ну и, собственно, там час на сборы, я звоню туда на поиск, там телефоны указаны, звоню на поиск, мне сурово отвечают, что новичкам до утра не приезжать, вот, ну так, что типа ночью никуда не пойдете. Мы приехали утром, ну, там сколько час, действительно, там я собирала ребят, приехали утром, причем это был уже второй день, если я ничего не путаю, а мне казалось тогда, что второй день, это все, вот, ну, уже все, точно уже погибший, никаких шансов и все такое прочее. Но нет, мне сказали координаторы, что не переживайте, ребенок должен быть жив, все хорошо, мы найдем, было ужасно холодно ночью, я вообще не представляла, как там ребенок в этой одежде в лесу, просто не представляла. Вот, 17 часов... Комары, клещи, опять же. Ну да, да не только комары, клещи, там все эти, ну, это уже вот мы утром вышли в лес, вот раньше, когда я просто ходила в лес, мне казалось, что там грибочки, сосны, там ягодки, а тут я услышала, увидела кучу следов кабанов, ощутила на себе все прелести комарья, там, клещей, ну, в общем, всего завалов. Клещей очень много было. И зимой, господи, ночью-то как страшно. Ночью лес совсем другой, это мы потом только вы, это я потом уже узнала, вот, сначала днем только ходила, ну что, 17 часов, вот мы ходили по лесу, вообще без перерыва практически, на следующий день я, естественно, не смогла встать, потому что все мышцы отказались работать, ну, потому что это же не просто ходить по прямой, это же нужно, там, завалы, там, очень разные, там, болота и так далее. Да, может, упал. Да, 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 все же такая сложная история. Ну, в общем, кое-как соскребла себя с кровати, думаю, надо же ехать обратно, не знаю как, не знаю, что там будут делать, пластом, наверное, лежать, но надо же ехать, там же ребенок, вот, ну, мне, к счастью, позвонили, сказали, что ребенка нашли живым, вот, ну, и вот, собственно, чудесные, циничные журналисты, которые работают на всяких трагедиях, сидит и плачет на кухне большими, крупными слезами счастья, что ребенка нашли живым. Все, после этого я уже никуда не смогла деться. И осталась. Вспоминаю историю с Лизой, как были серьезные проблемы, чтобы кто-то взял это в новости и сказал, что нужны люди, нужны добровольцы. То есть только Фейсбук? Девочки вот у нас обзванивали все средства массовой информации прям подряд и просили. Те, которые не выезжали, которые дома сидели, это был еще там шестой, седьмой день с момента исчезновения. И еще можно было серьезно изменить ситуацию. Слушай, они действительно просто заблудились? Да. Ужасно. И вот тогда это никак не вызывало вообще никакой реакции. И вот это, наверное, одно из самых сильных изменений, которое произошло за последние два года вообще в обществе, это то, что на это реагируют. На это реагируют и полиция на поиск детей по-другому реагирует, и СМИ по-другому реагируют. А поиск детей, а великая взрослая ведь тоже пропадает, старики пропадают. А в этом большая проблема. Общество правда циничное. И все вот эти категории, которые... Я именно поэтому спрашиваю. Стариков, даже если посмотреть статистику полицейскую, выясняется, что старики почти не пропадают по их статистике. Они их не ищут. Они их даже не записывают, видимо, в статистику. У них в статистике стариков менее 10%. У нас в работе старики это половина наших поисков. Вот такая разница. И надо понимать, почему так. Конечно, это старческие все нарушения. Да. Мы когда появились, мы тоже думали, что мы будем искать только детей, только в природной среде. Ну, а как откажешь? Бабушка, которая не помнит, куда ей идти. Гуальди Геймер, конечно. И как тут отказать? И мы сейчас занимаемся всеми случаями, на которых хватает времени. Скажи мне, пожалуйста, а сколько народ и что значит мы? Ну, нас уже много. Ну, сколько? Невозможно посчитать. Во-первых, нас 40 регионов. То есть, вы волонтеры, которых пока не посчитали. Слава богу, Надеюсь, не посчитали. У нас больше получается, вот там, вначале мы появились там в Москве, потом начались там в этом регионе, в этом, в этом. Сейчас уже там 40 регионов. Из них есть какие-то очень энергичные, есть какие-то, которые только начинают развиваться. Но смысл в том, что далеко не везде мы можем приехать отсюда и организовать поисковое мероприятие, просто расстояние не позволит. Ну, потом, наверное, местность там как-то более известна местным жителям. Нет, технология. Самое главное это вот расстояние, то есть, мы можем приехать в Брянск организовать поисковое мероприятие на расстояние 380 от Москвы, а куда-нибудь там в Барнаул мы приехать не можем физически. Вот, поэтому начали организовывать вот эти региональные отряды, региональные ячейки, которые работают по тем же схемам, по тем же методикам, которые мы разрабатываем. И сейчас этот процесс очень эффективный. В каждом регионе определенное количество людей, которые выезжают все время, которые выезжают пореже, и посчитать сколько их всего совершенно невозможно. Есть зарегистрированное на сайте количество, есть количество людей, которые там присутствуют на каждом поиске, есть количество людей, которые подписались на смс-рассылку. И вот как померить. Могу сказать, что самый масштабный поиск — это более тысячи человек ежемоментно, участвующих в поисковом мероприятии. Причем было это не в Москве. Гриш, давай ты про технологию, которая, конечно, очень интересна, расскажешь час после паузы, которую мы должны сделать. Друзья, давайте включим телефон студии. 6510-99,6, а код города по-прежнему 495. При желании можно писать на сайт Винам.фм, на страничку программы. Григорий, вы хотели рассказать, ты, извини, а ты хотел рассказать о технологии. Она какая-то специальная, ты ее сам разрабатывал? Ну, разрабатывала кучу народу, которая участвует в поисках. И, соответственно, мы с чем столкнулись в самом начале? С тем, что никто не знает, как искать. Нет технологий поиска людей в природной среде. То есть можешь сам пропасть, когда начинаешь искать и там в одиночку ходить поиск. Это одна часть проблемы. Самое главное сделать так, чтобы поисковики были эффективными. И в природной среде эффективными можно сделать отдельный плотно сбитый отряд, который наводнен профессионалами, которые только этим занимаются. Но мы столкнулись буквально в первой поиске, что нельзя в двадцатером или в десятером найти ребенка в огромном лесу. Нужно 300 человек, 400. А такие цифры... То есть прочесывать нужно. Да, да. И прочесывать нужно за счет местного населения, за счет привлеченных, которые приехали первый раз. То есть только благодаря вот этим людским ресурсам огромным можно решить какую-то серьезную проблему, типа пропажа человека в лесу. И вот технологии, которые нам пришлось разрабатывать, это технологии применения именно обычного населения, которые совсем к этому не готовы, фактически первый раз. И сделать так, чтобы они там были очень полезны в этом лесу, так, чтобы они не только не потерялись, но и вот каждая пара глаз была очень эффективной и свой участок очень хорошо отсматривала. Поэтому вот технологии у нас есть поиска в природной среде по детям, по людям с психическими заболеваниями, по бабушкам, дедушкам, там вот эти грибники, там постоянная проблема. То же самое приходилось разрабатывать для города. Технологии работы в городе. И точно так же по категориям граждан, которые пропадают. В итоге все это выросло в такую здоровую методику. И вы ее распространяете? Мы ее распространяем по своим отрядам, да, и какую-то часть методики мы распространяем на внешнюю среду, предлагаем разным органам исполнительной власти. Есть система реагирования, когда, предположим, пропадает ребенок, похитили, похитили там. Да, это же тоже бывает. Это часто бывает. Да, и у нас уже несколько случаев таких было на практике. И вот эти похищенные дети, их можно вернуть в случае очень серьезной информационной атаки, когда похитителю некуда деваться. И куда бы он ни посмотрел, куда бы он ни пошел, отовсюду видно вот этого пропавшего ребенка. И ориентировки, и средства массовой информации, голосовые объявления на вокзалах, и все-все-все работает именно на то, чтобы он испугался и вернулся. Дело ли это милиции? Ну, дело милиции заниматься розыском. Милиция в своей части должна быть эффективна. И им еще там сильно много есть над чем работать. И подожди, но вы же тоже занимаетесь розыском. Мы занимаемся поиском. А в чем разница? Принципиальная разница в том, что розыск — это список таких узких мероприятий, для которых нужны вот эти полномочия полиции. Там отпечатки пальцев, там допросы, входы в помещение. В лесу какой отпечаток пальцев? А в лесу нет полиции. В лесу только мы. В лесу полиция не ищет. Нет, ну, в любом случае, всеми пропавшими занимается полиция по закону. Закону я именю это именю. Ну, естественно, да. Конечно, нет, но потом нам, когда обращаются, мы тоже сначала отправляем в полицию, безусловно. То есть нет такого, что мы там занимаемся поиском, полиция не в курсе. Но что касается леса, ну, полиция вызывает МЧС, например. Потому что лес. Но вот буквально 2012 год, осень 2012 года, это первый раз, когда мы видели сотрудников МЧС в лесу на поисках. Ну, просто потому что мы сумели договориться с ними на неком сотрудничестве. А до этого, ну, вот там, раз или два за осень, наверное, мы видели в 2011 году. Да, это начало работать. Но начало работать не от того, что полиция как-то по-другому начала вызывать МЧС. МЧС начали по-другому на это реагировать. У них же нет обязательства искать пропавших людей в лесу. Это не чрезвычайная ситуация. Чрезвычайно это вот там самолет упал, там еще что-то. И это для них совершенно новая, и технология новая, и, опять же, отсутствие знаний, как делать это в лесу. Говорит нам о том, вот у них есть специалисты по поискам там в горах, например, где постоянно туристические группы вот эти пропадают на тропах, на вот этих туристических в горах. Есть технологии отработанные, как искать там. Здесь своя специфика, она сложная, она требует применения вот большого количества людей, и мы с удовольствием ее транслируем тем, кто готов ее слушать. У меня вопрос, Ирина, к тебе. Скажи, а вот как, зародившись в Москве, это движение стало распространяться по регионам? Потому что каждый раз нужно было найти или появлялись сами те люди, которые вдруг захотели этим заниматься? Очень по-разному. Где-то искали, где-то они сами находились, приходили и говорили, я хочу, чтобы у меня в регионе был лиза-алерт, и я готов этим заниматься. Но, конечно, не все сразу понимали, что эта штука сложная, и что здесь мало какого-то романтического настроения, что вот я буду этим заниматься. Здесь, конечно, нужно очень много сил и эмоций, и терпения, потому что сразу все не получается. Поиски бывают очень разные, и не сразу может получиться даже найти там, неважно, там, просто там завершить поиск. Очень многие поиски не завершены, но, как правило, вообще вот такие вот сильные отряды, они все равно в любом случае строились в регионах на каком-то поиске. То есть после какого-то поиска... То есть когда люди сталкивались с конкретной ситуацией... Как правило, трагического. Вот как правило, это связано с тем, что произошла трагедия, погиб ребенок, погиб... И главное, что все поняли, что ребенка можно было спасти. Правду можно было спасти, и после этого начиналось какое-то движение. Но не все, вот там, в некоторых регионах наоборот, хороший поиск. Ну, то есть вот на хорошем. Плюс очень много нам дала горячая линия. Мы в декабре прошлого года открыли горячую линию по всей России, 8800, бесплатная для всех регионов страны. Вот, там, Билайн ее открыл, и, то есть они там вот все сделали, а мы там набрали сотрудников, операторов, тоже из волонтеров, то есть люди, которые занимаются только вот тем, что принимают звонки в то время, когда они могут. Но они берут все звонки. И у нас там в 2013 году, по сравнению с 2012 нашим годом, в разы выросли заявки в регионах. Заявки на что? На пропавших людей, вот именно из регионов. То есть раньше было, видимо, ощущение, что это какой-то московский отряд, это уже давно не московский отряд. И потом, я говорю, горячая линия, конечно, очень многие обращаются из регионов. Бесплатный звонок, людям... Кто те люди, которые работают в этих отрядах? Кто те волонтеры? Не знаю, очень разные. Все очень... Ну, например? Студенты, офисные работники, журналисты, предприниматели. Ну, молодые в основном. Ну, разные, но средний возраст... Ну, кстати говоря, у нас за последний год, наверное, помолодел отряд в достаточной степени. Стало чуть больше студентов. Так, в принципе, ну, студенты, домохозяйки, молодые мамы очень-очень сильно нам помогают, потому что они сидят дома с детишками. И огромный пласт работы, который очень надо выполнять, на который мало кто соглашается, потому что когда ты героически лес прочесываешь... Это круто, это круто, да. А когда ты сидишь с красными от усталости глазами в монитор пялишься и отслеживаешь экипажа, которые возвращаются с поиска, и работаешь на телефоне, обзваниваясь в больничке... Да, и тебе надо, чтобы они не пересекались, да? Надо, чтобы они все доехали до дома, потому что если они с поиска едут после сильных физических усилий, соответственно, водители засыпают, и надо постоянно следить, чтобы никого не потерять. Когда ты сидишь, обзвонишь в больничке, где тебя могут и послать, и трубку не взять, и занят, и надо дозваниваться. То есть огромный пласт работы, который делают наши инфогруппы. Вот на эту работу, конечно, там, согласиться сложнее, условно говоря. Но важность этой работы, она просто невероятная, потому что можно вообще не собирать экипажи, вообще не выезжать на поиск ребенка, если сделать качественный прозвон больниц даже города Москвы. Потому что дети... Ну, это большая проблема в информировании между ОВД, больницами и так далее. То есть в одном отделении лежит заявление на пропавшего ребенка, в другом отделении буквально на соседней улице ребенка этого задержали, собственно, на улице, отправили ее в больничку, в инфекционную. Ну, как у них по процедуре это происходит? Никто ничего никому не сказал. До 30% поисков заканчивается тем, что ребенок оказывается в больнице, полиция на ушах ищет, родственники на ушах ищут, мы бегаем, ребенок лежит в больнице, причем в некоторых случаях не первый день. Просто никто никому ничего не сообщает. И такой системы нет. Та система, которая существует в Бюро регистрации несчастных случаев, в некоторых моментах работает эффективно, а в большинстве моментов информация днями идет. И родственники за это время уже успевают посидеть и вырвать на себя все волосы. А вот интересно, у меня есть такое воспоминание, что в милицию надо обречаться только на третий день после того, как человек пропал. Это правда? Нужно что-то сделать. Я не знаю, каким образом. Нужно какое-то радикальное решение принять, чтобы объяснить абсолютно всем людям, что вообще на самом деле это никогда не было. Это даже никогда не было. Да почему у меня этот миф в голове? Это миф в голове, который активно, и сейчас активно поддерживается полицией в том числе. Активно. Несмотря на то, что... А, то есть я правильно спросил. Ну, условно говоря, часть полиции с этим борются? Наверхах борются, да, потому что им стыдно, когда им говорят, слушайте, ваше ВВД, они приняли заявление на дедушку-инвалида Великой Отечественной войны со стомированным желудком. Вот так просто вот. Валюши, они говорят, им стыдно. Они действительно борются. То есть, например, в Москве, ну, очень редко такие случаи, чтобы не принимали заявление. Там чуть подальше, там по-разному бывает. Но это абсолютный миф. Пропал человек, вы чувствуете, что с ним беда. Бегите сразу писать заявление. Не принимают заявление, значит, говорите, что, во-первых, полиция не знает законов, потому что по закону они обязаны сразу принять заявление. Не важно, кто подает, родственник, неродственник, не важно, сколько времени нет человека. У вас, как у заявителей, есть основания предполагать, что с этим человеком что-то не так. Вы пришли в полицию, подали заявление. Их задача за ваши налоги отработать эту ситуацию. Главное, что больше всего пугает, что этим мифом заражены родители маленьких детей. Вот это самое страшное. Мы всегда боремся на поисках с временем. Это единственный ресурс, которого у нас всегда нет. То есть это то, с чем нам приходится бороться, потому что за каждый день варианты, где может оказаться человек, резко возрастают, и количество работы резко возрастает за каждый день. Соответственно, за каждый час тоже. Если мы говорим про, не дай бог, криминал, то это вообще несколько часов до, как правило, какого-то, до иногда гибели ребенка. А родители могут отреагировать через сутки прийти в полицию. Потому что тоже думали, что три дня, но вот через сутки пришли. А как к вам обратиться? К нам обратиться можно на горячую линию 8800, 700 ровно, 54-52. Я помню. Это горячая линия по всем регионам, она бесплатная. Можно зайти к нам на сайт lizaalert.org, lizaalert.org. Там можно ставить заявку в электронном виде. Там есть форма, которую можно запомнить. Но может быть, человек не имеет интернет. Да, но в таком случае, конечно, горячая линия. Тем более, если ребенок маленький, то звоните лучше сразу. Мы хотя бы вам объясним, даже если у нас в этом регионе нет отделений, мы хотя бы вам объясним, что сейчас надо делать. Вот прямо сейчас, что надо делать, это очень важно. Нельзя терять вообще времени. Значит, на сайт можно зайти, оставить заявку, на телефон горячей линии обратиться. Вообще, мы во всех социальных сетях, вот уж найти, как к нам обратиться, можно. Просто набирайте lizaalert и обращайтесь. У нас все работает. Скажи, пожалуйста, а братья-журналисты помогают или мешают? Очень сложная история. Вдохнула как? Вздохнула. Вот вдохнула по двум причинам. Во-первых, поскольку я не могу исправить того, о чем говорил Гриша, когда они звонили по всем журналистам про Лизу и никто не отозвался, я это не могу исправить. Но я, наверное, могу как-то помочь исправить общую картину уже в будущем. Поэтому, вот сейчас, например, когда журналисты звонят и говорят, скажите, пожалуйста, вы не фиксируете в этом году рост пропажи детей? Нет, мы не фиксируем. Вы фиксируете, потому что вы внезапно начали об этом говорить. Для вас это настала новость. Ну, давайте так. Журналисты помогают. Люди, которых трудно назвать журналистами, можно назвать какими-то другими словами, не слишком приятными. Вот они мешают. Мат запрещен теперь. Да, я не собиралась в общем и целом. Ну, в общем, просто иногда хочешь, правда, ругаться, потому что бегут за сенсацией, бегут за какими-то острыми подробностями, вываливают это все без проверки. В результате это наносит жуткий урон поиску, правда, по-настоящему. Не понимают, когда звонишь и говоришь, что это все неправда, вот просто не понимают, не хотят, потому что их заголовок разлетелся. И во многом, вот мы, например, очень трепетно относимся к нашим заявителям, то есть к тем, кто к нам обращается за помощью, никогда не даем их телефоны. Ну, то есть бережете их. Да, ну, потому что мы прекрасно понимаем, что у них в семье, вне зависимости от того, как закончился поиск, даже если хорошо, у них произошла беда. Ну да, и неважно, кто пропал, старый человек или ребенок. Поэтому, естественно, журналисты очень помогают собрать людей, очень помогают, потому что когда по СМИ разлетается информация о том, что поиск, нужны люди, и вот там пропал такое-то, такое-то, во-первых, это очень помогает собрать людей, во-вторых, это мгновенное распространение информации, в том случае, если маленький ребенок, похищение, это, конечно, большая помощь. Ну, это просто такой, целый пласт вот той самой системы реагирования, о которой мы говорим. поэтому, вот резюмеры, да, журналисты помогают, им большое спасибо. Стало очень много СМИ, которые с нами сотрудничают, которым можно позвонить и сказать, пожалуйста, вот, сделайте объявление о штабе, там, об этом, об этом, об этом, да, и они всегда идут на встречу. Но, опять же, есть вот нежурналисты, ну, поскольку они нежурналисты, то и говорить о них, наверное, не стоит. Ну, ладно, будем считать, что это телевизионные деятели. В том числе интернет и телевизионные деятели. Самое главное, что благодаря журналистам наша работа в некоторых случаях становится видна. И когда какие-то товарищи от государства лукавили, сообщая о сводке, о поиске, что у них там все хорошо, все схвачено и так далее, то именно благодаря журналистам мы можем сказать, как на самом деле происходит. И журналисты правду говорят? Да. А если им велено сказать, что губернатор, можно сказать, самолично? В этом есть проблема. То есть шаблонная реакция на те сводки, которые будут давать официальные источники, она все равно будет. То есть все равно скажут, что там... Ну, правильно. Сначала Воробьев даже реагировал на официальную информацию, как и на правду. Ну, да. Потом я приехала на поиск дедушки и поняла, что кроме нас никого нет. и не предполагается. Вот дедушку вообще бедного никто не искал. Вообще, кроме нас никто. Нет, потом там была очень энергичная дочь, она очень так вызывала там и пожарная машина была, и МЧС приезжала какими-то силами, и полиция. То есть она потом уже смогла рассказать, а пока, когда только пропал, нет, никого не было вообще. Но потом есть очень важные расхождения графиков у тех, кто является заявителем, пострадавший, и у тех, кто должен ему помогать. Значит, к нам приходят в основном и к полиции тоже ближе к ночи, когда уже совсем страшно. Значит, при этом, вот если мы говорим про лес, то в лесу ни полиция, ни МЧС искать не будут. Никогда, даже если к ним пришли. Ну, то есть, если там только маленький ребенок, они там какими-то силами имеется в виду ночью. Ночью не будут. Именно ночью. То есть, они ночью не работают, ночью приходят как раз заявители, получается, что ночью работаем только мы. Вот здесь, конечно, эта разница в графиках, плюс, конечно, ужасное время, это вечер пятницы, вот сейчас как раз. Сейчас там. То есть, это просто вообще какая-то черная дыра. Добиться какой-то реакции официальных властей, официальных правоохранителей. До понедельника. До понедельника, все. Мы говорим, слушайте, камеры же вот сейчас сотрутся же в понедельник. Говорят, до понедельника. Вот так. Ну, если бы, да, если бы, если бы понедельники взять и отменить. Представляете, тогда бы до вторника было. Хорошо, а деньги, откуда вы берете? Мы не берем. В смысле, мы не берем деньги. Они вам не нужны? Нет. Ну, оснащение, наверное, какое-то есть у отряда. Или каждый приносит, что может, или что должен. Все люди в отряде, но они же разных возможностей, каждый оборудует себя и по возможности покупает что-то в отряд. Принципиальная позиция. Не регистрируемся, то есть у нас нету юридического лица, где написано, как мы там называемся. Не берем денег, не имеем счетов. Все это... Волонтер. Все это как минимум замедляет работу. Нам надо оперативно собраться, оперативно выехать. Вот для этого никаких настроек быть не должно. Да, но оборудование по-разному. Вот есть люди, которые не могут в лес ходить, зато они могут там навигатор купить. Вот они приехали, навигатор отдали, зато с этим навигатором группа пошла в целом в лес. Сам он не пошел, навигатор отдал группе. Все. То есть это какая-то система, которая гораздо более эффективна, чем все, что придумало государство в смысле возможности регистрации. Ну и в общем она очень быстрая, поэтому... Ну и на сегодняшний день еще один такой важный момент. Если сравнивать наше оснащение с оснащением служб, которые могли бы этим заниматься, мы сильно далеко вперед ушли. Давайте прервемся еще на минуточку и потом продолжим. Я по-прежнему советую всем к нам присоединиться и если есть возможность, звоните. И если есть желание, 6, 5, 10, 9, 9 и 6, код города 4, 9, 5. А в гостях у меня Ирина Воробьева и Григорий Сергеев, которые представляют замечательный отряд Лиза Аль-Алерт. Правильно я говорю. Правильно. А скажите мне, друзья мои, а ведь наверняка где-то на Западе существует то же самое. Вы как-то изучали, что они там делают в Америке или в Германии или в Англии? Там же тоже дети пропадают и тоже, наверное, силами полиции справиться подчас невозможно. Там существует система реагирования, которая как раз включает в себя какие-то действия со стороны общества, средств массовой информации, исполнительной власти. Эти системы реагирования, например, если говорить про Америку, нацелены на случай похищения, на случай криминального исчезновения. Нам здесь приходится работать с более широким спектром. Это связано с тем, что там с частью этого спектра эффективно справляются государственные службы. Здесь государственные... Мы бы не появились, если бы они здесь это делали. Просто смысла бы не было. Мы бы все прекрасно занимались тем, чем занимались до этого. И не тратили бы огромную часть своего времени на то, на что... Ну, правда, я не жалею ни секунды о том, что это происходит. Я как раз хотел спросить, а не похоже, что хочется заниматься мебельным магазином? Хочется. Хочется? Угу. Ну, там у меня лучше получается. Лучше получается. Ну, Гриш, странно это слышать, но тем не менее у тебя глаза горят, когда ты говоришь про поисковые дела. Конечно, было бы лучше, если бы никто не пропадал, и ты бы спокойно сидел, занимался своим делом, а Воробьёва вела бы замечательные какие-то такие культурологические, например, эфиры на радио «Эхо Москвы», и политику бы тоже не говорила совсем. Главное, что я продолжаю вести эфир на «Эхо Москвы». Ну, я понятна. Вот я как раз хочу тут спросить вас, а это не мешает основной работе, Ира? Ну, я очень стараюсь, чтобы это не мешало. Правда, по-честному очень стараюсь, потому что на работе очень меня поняли, очень меня поддерживают, мои коллеги, мой начальник. То есть на сумасшедшую не смотрят? Нет, ну, конечно, я сумасшедшую, но, естественно, они смотрят на меня, все люди, которые вокруг, они смотрят на меня как сумасшедшие. Да нет, ну, конечно, они меня очень поддержат, меня очень любят и, правда, мне помогают. Поэтому я очень стараюсь не наносить ущерб своей работе и стараюсь очень нигде, что называется, чтобы она не страдала. Но в любом случае все равно это так получается, потому что, конечно, есть там мероприятия, которые просто там по линии, вот там, да, условно говоря, защиты от Государственной Думы и Совета Федерации, когда они пытаются нас с законами как-то ограничить. Есть мероприятия, которые абсолютно полностью совпадают с моими эфирами. Но, конечно, я иду с повинной главного редактора, говорю, пожалуйста, отпустите, мне важно, потому что я ничего не могу передвинуть. Вот. Бывает так, что приезжаешь очень уставший на эфир, конечно, потому что вот сейчас еще ничего, потому что леса нет. Осенью мы вообще не вылезали из леса, вообще не вылезали. У нас за первые 12 дней сентября было 44 выезда в лес. 44 выезда. И главное, что ты не можешь остановиться. То есть ты вот приехал на работу, отвел эфир, а после работы вместо того, чтобы поехать спать, я несколько раз по-честному пробовала пытаться поехать спать. По-честному прям. Приезжаю домой, прям ложусь спать, понимаю, что там идет процесс, понимаешь, там нет людей. Извини, пожалуйста, а муж что говорит? Муж по-разному говорит. С ума сошла? Тут уже нет. Ну, семья, она первая попадает под удар, естественно, потому что на работе ты не можешь сократить время, ты должен, за счет чего? За счет друзей, за счет семьи. То самое время, которое является твоим свободным временем. Поэтому, естественно, семья и друзья. И за счет сна. Да, ну, сон это уже, да. Ну, пока не упадешь. Сон для слабаков, как говорят в сотряде, уже по осени, потому что спать, конечно, получается, там, может быть, с поиска и на поиск. Вот, конечно, очень друзья обижаются, и многих не вижу по многу месяцев. Ну, кто-то понимает, кто-то не понимает. Никогда не буду звать тебя в гости осенью. Да, не стоит. А зимой жизнь спокойнее, видимо? Слегка, ну, потому что нет леса, но вот мы думали, что эта зима будет как-то полегче, но не получилось. А что зимой происходит? Да и лес, как выяснилось, бывает, лыжники теряются, вертолеты в леса падают. А вообще... А вертолет, извини, тоже вы ищете? Да, такое происходит. Ну, мы тоже, скажем так. Мы очень активно сотрудничаем с ассоциацией частных пилотов. Это ребята, которые пролетают просматривают и просматривают нам все то, что весь район поиска сверху. Это мало авиации, вертолеты. Это очень эффективно как методика поиска. И если у них, не дай бог, случается несчастье и кто-то там падает, конечно, мы подрываемся и ищем. Значит, что касается вообще этой зимы, с каждым днем она сознает большее количество людей, с каждым днем мы получаем большее количество заявок. поэтому прошлой зимой можно было значительно дольше спать и дольше заниматься какими-то другими вещами. Этой зимой намного больше поисков, чем прошлой. А следующей зимой будет намного больше поисков, чем этой. Ну, хорошо. Вас это не должно так сильно радовать, потому что мы будем лучше все сидеть дома и пропадать не будем. Это да, это каждый раз. Было бы здорово. А вот как эту технику безопасности людям внушить, что ли? Социальная реклама. Видимо так. Надо объяснять на всех уровнях. От школы до улицы, где это будет. Что нужно? Вот Гриша, озвучь. Например, что грибы в магазине намного безопаснее, чем в лесу. Ну, может быть. То есть не надо ходить на них. Десятки погибших в Московской области за прошлый вот этот грибной сезон. То есть просто от голода умирают? от перехолождения, которые не вышли из леса. Бабушка зашла, очень уверенная в себе, сто раз была в этом лесу, ногу подвернула, телефон с собой не взяла, а то вдруг потеряет. Всё. Другая ситуация. Зашла, телефон даже взяла с собой, поняла, что заблудилась. Родственниками вопросами, ты где, ты где? высадили телефон за несколько часов. Опять всё. И тут вопрос, успели мы вовремя, не успели мы вовремя, достаточно ли нас было? Потому что, когда вот эти 44 выезда, это же получается, что нам одновременно надо выполнять несколько поисковых мероприятий. Чем их больше, тем ниже качество каждого из них. Потому что то количество людей, которые могли эффективно сделать один поиск, сейчас одновременно будет делать 4 или 5. То есть, Гриш, ты уже стал профессионалом. Ты уже забыл совершенно все другие сферы деятельности. А друзья не смотрят, как на сумасшедшего? Вот я спрашивала про коллег Воробьёву. У нас похожая ситуация с Воробьёвой. И вот, ну, ничем не отличается. Ты деньги не получаешь за это? Или получаешь? Зато мы людей вытаскиваем. Нет, подожди. Ты деньги за это не получаешь. Ты делаешь это, потому что ты не можешь как-то вот по-другому жить. Так получается? Да. И Воробьё угробит своё свободное время вместо того, чтобы спать. Ну почему? Я тоже совершенно не жалею. Ну как, ну почему? Потому что, потому что, когда звонит там, женщина заплаканная и говорит, помогите, у меня папа пропал, в городе пропал, но он не в состоянии себе помочь. Он сейчас сядет и умрёт где-нибудь, потому что вот он не может даже на помощь позвать, он инвалид, у него психическое заболевание. Ну и что? Спать поедешь, что ли? Не поедешь, конечно. Потому что это, ну, невозможно. И дело даже не только в этом, потому что на там какой-то раз у каких-то людей из нашего отряда может найтись оправдание, что, ну, сейчас же вот вместо меня вот это. А вот когда уже получается такая общность людей и ты понимаешь, что ты не один, что есть огромное количество людей, которые занимаются тем же самым, которые точно так же гробят своё время, и вы вместе с ними разрабатываете вот эти методики, совершенствуете их, делаете их лучше, и к вам приходят новые и новые люди, и ты видишь, что наше общество состоит из таких людей, которые готовы, кроме как сидеть там смотреть телек, готовы делать какое-то добро. То есть мы лучше, чем мы сами о себе думаем. Однозначно совершенно. В общем-то, да. Я могу сказать, что вот пока я просто, не знаю, работала на их, мне вообще казалось, что весь мир, поскольку ты журналист, сталкиваешься в основном с плохим, естественно. Ну да, это правда. С новостью попадает исключительно плохое, ну там, за резкими исключениями. Мне казалось, что весь мир вообще состоит из людей, готовых за свою шкуру только порой, ну и так далее. Цинизм там, какой-то примитивизм и так далее. Вот сейчас я вижу, что все абсолютно наоборот, что баланс, он все-таки на стороне... Силы добра. Да, силы добра. Однозначно. На самом деле, просто нужно понимать, что Лиза-Алерт, это там даже уже не поисковый отряд, это какая-то такая общая система, которая начинает работать в России вне зависимости от того, хотят это полиция, МЧС и так далее, или не хотят. Вне зависимости от того, построят государство. Ну так же, как пожары тушили. Ну вот в том-то и дело. Вне зависимости от того, построят государство эту систему в результате или не построят. Она работает, потому что вот сейчас, например, у нас есть типографии, которые бесплатно печатают нам ретировки. Есть СМИ, которые постоянно с нами сотрудничают. Есть бизнесмены. Абсолютно, конечно. Это условие, что только бесплатно. Есть Билайн, который сделал нам вот эту вот горячую линию. Мне совершенно там... Я все готовы называть это название. У нас есть там компании, которые разрабатывают для нас софт, проводят нам вебинары. Компания Крок. Там есть вообще автоматы Киви, вот эти платежные терминалы, которые сами пришли, сказали, слушайте, у нас их тысячи по России. Давайте мы туда ориентировки будем публиковать. Теперь в каждом из них после оплаты, если в этом регионе кто-то пропал, человек видит нашу ориентировку. И количество людей, которые таким образом увидели ориентировки на пропавших, резко возрастает. Соответственно, шанс пропавших оказаться дома точно так же резко возрастает. Плюс, ладно, хорошо, там компании. Ну, вообще ответственность бизнеса у нас довольно низкая, надо сказать. Но вот есть, да, все равно люди, они сами приходят, они сами приходят, готовы помогать. Если мы там опускаемся на там уровень обычных людей, просто вот что может там обычный человек работать там, просто вот на лесных поисках, там часто приходят местные жители, приносят там еду, хотя мы там сами готовим, но все-таки они готовы хоть чем-то помогать. очень трудно объяснить людям, что в Лиза-Алерт вот этой системе в ней стоят обычные люди, никаких суперменов, никаких супергероев, никаких качков и так далее. Я так смотрю на вас, нет, Гриша вполне ничего, он с суперменами газет. Причем очень разные люди. Так он пропустил мимо уши, мое замечание. По возрасту, по образованию, по доходам, по всему, вообще абсолютно разные. И вот они все находят внутри своего распорядка жизни время сделать вот это доброе дело. Он может сегодня не приехать на поиски, завтра приехать. Вот сейчас мы с вами беседуем, и у нас в Москве проходит несколько поисковых мероприятий. Скажите, какие? Пропали две девочки. Орехово-Зуевский район, Московская область. Есть поиск мальчика, который пропал в Иваново, и по всем данным он сейчас в городе Москва. Есть какая-то бабушка, сейчас не вспомню. Ну, можешь посмотреть. Нет, не могу, я стараюсь не включать сеть, чтобы ничего не фонило. В общем, существует целый ряд поисковых мероприятий, и так не только здесь. Есть еще куча городов, в которых там Смоленск, Казань, Ростов, где есть наши отряды, и как только появляется этот отряд, сразу выясняется, что в этом регионе такая же проблема пропадают люди. А были такие случаи, когда где-то вы пытаетесь создать отряд, найти сторонников, а не получается. Разная ментальность. разная у людей, разная энергия. В каких-то городах на поиск, вот уже поиск идет, мы из Москвы приезжаем каким-то одним количеством, и в городе приходят в два раза больше, в три раза больше, потому что они там живут, мы отсюда 20 человек приехали, а там пришло, предположим, 60. А в каких-то городах, на таком же удалении от Москвы, мы отсюда приехали 20 человек, а там пришло 3. отчего это зависит? Трудно очень сказать, честно признаться. Не знаю. География совершенно разная, по-разному. Ну как, центральный федеральный округ, везде, кислород один, елки одинаковые растут. Вот непонятно. Люди разные, разные люди. Вот у нас есть, предположим, регион, который мы считаем максимально неотзывчивым. Это Брянск, Брянская область. Максимально неотзывчивый регион. Хотя там трагедии детей какие происходили. Вот уж. И несмотря на это, нам кажется, что он очень-очень неотзывчивый, и сравниваем мы его с другими регионами, соседними, где при таких же событиях происходит совсем другая реакция. Совсем иная. Например, не доезжая до Брянска в Калугу, и при одинаковых обстоятельствах количество граждан, которые просто откликаются на это. Одинаково, я имею в виду, вот так же по телеку показали. Ну вот ты сказал слово граждан, не оно ли ключевое? То есть люди, которые чувствуют, что им не все равно. Граждане не в политическом. Я понимаю, да. Они неравнодушные. Они есть. Вот что мы делаем? Мы не ждем, когда государство сделает это за нас, и даже не требуем этого. Больше того, за время, когда мы этим занимаемся, стало понятно, что мы это, вообще обычные граждане, делают большую часть этой работы намного эффективнее, чем любое государство. И дело не в том, Россия это или по-другому оно будет называться, если это происходит, будет там в США и еще где-то. Люди сделают это намного эффективнее, чем любая государственная машина. Ну, потому что у них мотивация есть, а, сделать, и, б, научиться делать это эффективно, по-настоящему. Не просто исполнять свои обязанности. И самое главное, что и бесконечное количество. Да, и бесконечное количество. В сравнении с... Нельзя кормить столько специалистов, держать на зарплате, и ждать, когда два месяца в году люди начнут теряться в лесу. Невозможно. Но при этом вот подготовленных людей, которые готовы это делать от чистого сердца, вполне возможно. В большинстве, ну, не в большинстве, но в половине стран мира спасательные службы это такие же волонтеры. Просто волонтеры. Где-то им оборудование государства покупает, где-то вообще бизнес покупает оборудование государства, только сверху смотрят за этой картиной. То есть, то, что здесь делает МЧС, зачастую делают волонтеры обычно. Интересно. Ну да, для нас пока, почему вот, когда начались вот эти законы о волонтерах, там вот это все, мы начали говорить, что это правда еще молодая штука. Не надо этого делать. В таком возрасте, да, есть большой риск зарегулировать до смерти в младенчестве, что называется. Просто вот смотрите, если в других странах волонтеры там закрывают какие-то задачи, это не является дикостью для государства. Когда здесь волонтеры закрывают какие-то задачи, это является дикостью как для государства, так и для граждан. А так и для журналистов. И вот мы, со всех сторон появляется вот эта дикость. А со стороны государства появляется испуг, потому что это элемент контроля. Потому что... А ну конечно, а вдруг вам что еще в голову другое взобредет? Вы же уже чего-то умеете, вы вместе умеете быть, вы умеете что-то делать вместе, это же не дай бог. Вас поэтому всех надо записать, переписать. Слушай, какая паранойя это должна быть? Паранойя? А что? А иначе как это назвать? То есть, либо им просто нечего делать, и они так вот по закону Паркинсона плодят в бюрократию все больше и больше. Я не знаю, что иначе. Либо вот такая мания преследования, что они просто нас боятся. Я знаю, конечно, когда масса людей готовы помогать, есть энергия, есть много всего-всего-всего, я даже могу предположить, что некоторые, просто оговорюсь, некоторые чиновники возможно даже хотели как лучше. Возможно. Получилось как всегда. Да, потому что для того, чтобы сделать нормально, в голове у чиновника должна произойти революция. Шоры снять надо. Потому что, да, потому что они должны понять, что волонтеры, доброволецы, это те, кто могут, а чиновники, это те, кто должны. И вот совместить эти два понятия они не могут, потому что им надо обязательно сказать, что волонтеры должны регистрироваться, не регистрироваться. здесь они могут, здесь они не могут, а чиновники... Очень короткий, последний вопрос, потому что у нас мало времени осталось. Ведь, наверное, чему-то они действительно могут обучить, там, эти МЧСовцы и так далее. Гриш? Ну, наверняка. Я бы сказал так, возможен обмен какой-то информацией. Ну, мы их приглашаем на учение, участвуем в каких-то совместных мероприятиях, но что касается вот этой нашей сферы, в нашей сфере других специалистов в России, кроме волонтеров, нет. То есть в поиске людей в природной среде и в городе других специалистов во всем государстве не существует. Вот так вот. На этой ноте я думаю, что к сожалению, мы должны приближаться к концу. Я напомню нашим слушателям, что у меня в гостях были ребята, которые возглавляют, координируют поисковый отряд Лиза Алерт. Господи, я опять говорю неправильно. Это Ирина Воробьева. Ирина Воробьева и Григорий Сергеев, они совершенно поразительно, интересно рассказали о том, как происходят поиски людей. И более того, я поражена тому, как много этой беды вокруг нас. И как иногда мы действительно не успеваем. Но радостно, что народу становится в этих отрядах больше и больше. Спасибо, ребят. До свидания. Спасибо.